Добрый вечер, уважаемые телезрители! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Для наших телезрителей по традиции программы выбрал вопрос интерактивный для голосования. Нужна ли городу современная горнолыжная трасса? В конце программы подведем итоги и посмотрим, как наши телезрители проголосуют за данный вопрос. На мой взгляд, она нужна. Так что попрошу поставить галочку за меня, за мой голос. На мой тоже, поэтому можно сразу два. Хорошо. Ну, пятнадцатый год заканчивается. Хотел бы с вами поговорить, успели ли все выполнить планы, задуманные программой «Здоровый город» Огненск? Да, ну, я уже не раз здесь выступал, как один из координаторов программы «Огненск. Здоровый город». Сейчас называется более, на мой взгляд, изощренно «Содействие в улучшении медицинского обслуживания и пропаганде здорового образа жизни в городе Огненске». Да, это еще выговорить надо. Да, это еще нужно выговорить, даже прочитать сложно. Но, тем не менее, программа у нас идет с 2007 года, мероприятия эти продолжаются. Не останавливались они ни на один год, несмотря на то, что были и кризисные годы, и 2008, и 2009. Да, все их помнят. Да, все их помнят. И сейчас мы не намерены останавливаться, мы продвигаем программу, тем более, что мы были практически первые, уж на территории Калужской области точно были первые, первый город Огненск, и мы как инициаторы администрации города, которая подхватила эту идею. Вот, впоследствии и президент об этом заговорил, и, в общем-то, на федеральном уровне была принята программа по здоровому образу жизни. Вот, и мы ее продолжаем и выполняем, и в этом году она полностью реализована, несмотря на довольно сложный год, это и предвыборная кампания, и, в общем-то, много знаковых событий. Много знаковых событий, но, тем не менее, мы не прекращали работу над этой программой. Все, что запланировано, выполнено, и были там шесть статей было сделано, шесть передач, видеоролики и материалы. Да, это все относится к пропаганде здорового образа жизни. Вот, поэтому там небольшие деньги, которые были потрачены, которые были запланированы в бюджете города, порядка 400 тысяч рублей, они, в общем-то, запланированно, так сказать, освоены. Но, дополнительно, конечно, еще были и внебюджетные источники, внебюджетные средства, и много предприятий, и медицинских в том числе участвовали. Это благотворительность? Ну, да, это, вот, в этом и смысл программы привлечь. Это смысл программы не в том, чтобы потратить бюджетные деньги, да, и сделать там фильмы какие-то, а смысл в том, чтобы втянуть туда как можно больше населения, предприятий, участников, власть, в конце концов, да, людей, которые будут поддерживать эту программу, принимать решения на своем уровне, да, которые были бы в поддержку программ. И я думаю, что, уверен, что у нас это получилось, можно посмотреть по последним действиям и результатам в городе. И это открытие лыжероленной трассы, и, значит, новый там комплекс по пляжному волейболу, и перспективы там строительства там дворца спорта по единоборствам. Ну, вот, всем известно, что Емельяненко сюда приезжал, и смотрели, они здесь, в общем-то, выбирали место, и даже, я знаю, что в державе зал подготовили для развития этого вида спорта. Вот, поэтому, вот, в этом заключается суть программы, в том, чтобы втянуть как можно больше разных участников, разных предприятий, органов власти в эту программу. Ну, и теперь, в общем-то, два из координаторов, это я и Гуров Зиновь Рудопьянович, это директор Центра реабилитации, теперь в Обнинском городском собрании. В общем-то, там у нас очень много людей, которые нас понимают, в том числе и медицинская общественность, поэтому, надеюсь, и в следующем году, и дальше мы будем эту программу развивать, и, может быть, как-то преобразовывать, и выходить на областной уровень, и так далее. Ну, и здесь остается пожелать вам удачи. Действительно, на мой взгляд, это шикарная программа, которая позволяет добиваться здоровья наших горожан. Ну, да, добиваться каких-то результатов, которые направлены на улучшение здоровья. Да, тем более, что здоровье лучше сохранять. Я, как врач, всем говорю, что здоровье лучше сохранять, чем потом идти лечиться. Спасибо. Ну, вот, 15-й год закончился. Для вас он был нелегким, ну, как, собственно, для всех. В этом году состоялась предвыборная кампания, и были выборы, если не ошибаюсь, 6-го, 7-го созыва Обнинского городского собрания, где вы стали депутатом. В общем-то, с чем вас и поздравляю. Спасибо. Как проходила ваша предвыборная кампания? Сложности были какие-нибудь? Столкнулись с чем-нибудь? Вы знаете, конечно, это непростой вопрос и непростое дело. Я первый раз участвовал, в общем-то, в выборной кампании. Ну, сложно сделать так, чтобы люди тебе поверили, что ты можешь что-то сделать. Хотя, вот, я на протяжении всей жизни в городе Обнинске пытался это доказать. И на посту начальника отдела здравоохранения, и заведующего поликлиники, и как координатор программы. И, в общем-то, люди поверили, и пришли, и довольно большой процент за меня проголосовал. Вот, поэтому я обещаю, что, в общем-то, никаким образом не подведу, и все обещания, которые дал, я выполню. Спасибо. Ну, и плавно перейдем к деятельности городского собрания. Кстати, в каком кабинете вы состоите? Значит, что касается Обнинского городского собрания, я очень рад, что там собрались действительно команды единомышленников. Мы, как вы знаете, все вместе, это единая команда, и шли на выборы, да, и, в общем-то, обменивались мнениями, друг другу помогали. И, в общем-то, вся эта команда и прошла в городское собрание. Вот, это не потому, что были какие-то махинации или какие-то предвыборные технологии. Это потому, что это действительно команда. Это люди, с которыми мы давно общаемся, с которыми вместе работаем, друг друга понимаем. Они знают город изнутри, знают слабые места города, готовы решать эти проблемы. И поэтому Обнинское городское собрание сегодня довольно сплоченный организм, который работает, так сказать, в едином направлении, быстро, правильно и целенаправленно решает задачи, которые стоят сегодня перед Обнинским городском собранием. Задачи непростые. Вот, я сейчас председатель бюджетного комитета и член комитета по законодательству и местному самоуправлению. Но самая большая нагрузка, конечно, выпала на бюджетный комитет под конец года, потому что... Да, это связано с бюджетом. Бюджет в этом году, он не просто непростой, даже его принятие было связано с некоторым изменением бюджетного процесса в городе. Вот, так же, как и в области, да. Это вот принятие, вы имеете в виду принятие на год, а не на три, да? Да, это беспланового периода принятия, в укороченные сроки. В общем-то, поэтому за довольно короткий промежуток времени нам удалось, провели 10 уже заседаний комитета, и нам удалось, как, так сказать, утвердить и разработать бюджет в первом чтении, и принять его в первом чтении. Так, 15 декабря было принято во втором чтении, можно сказать, что на следующий год бюджет утвержден. В общем-то, это нормальный бюджет, надо сказать. В общем-то, если говорить о плановом периоде, который был принят в 2015 году, на 2016 год, то он, ну, всего, там, около 100 миллионов, меньше, чем был запланирован. В общем-то, для бюджетов 3 и больше миллиарда, это, в общем-то, небольшие потери, тем более, что есть и, всегда они есть и будут, дополнительные доходы, которые можно будет, значит, дополнительно пустить на те проблемы первоочередные, которые мы в бюджете прописали. Это социальные задачи, от которых никто не отступается. В общем, это не бюджет выживания, это бюджет постепенного перспективного развития, как, в принципе, и записано у нас в плане социально-экономического развития города. Ну, а вот про основные статьи еще хотелось бы затронуть. Какие все-таки основные статьи? Ну, вы сказали, что он социально направленный, это да. Но вот куда львиная доля бюджета уходит? Львиная доля бюджета уходит, как всегда, на социалку, это 60%. Это образование, это школьное, дошкольное образование, это, значит, у нас содержание жилья, это коммунальные различные виды услуг, это доплаты малоимущим, доплаты, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. На втором месте стоит там жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и так далее. Вот, поэтому социально-ориентированный бюджет, он всегда был в городе таким, да, и он сохраняет свою социальную направленность. Я знаю, к чему вы клоните, вот у нас тут, как бы на бюджете возникли у нас вопросы по поводу социальных статей, таких как тест-полоски для детей с сахарным диабетом, это доплата врачам нашей клинической больницы, это не муниципальный учреждение здравоохранения, надо четко понимать. Это федеральная у нас клиника, да, федерального медико-биологического агентства, но тем не менее, конечно, те доплаты и детям больным с сахарным диабетом, и врачам, которые работают в нашей больнице, они существенны и важны, поэтому на комитете эти вопросы были подняты, да, и, в общем-то, было рекомендовано администрации все-таки включить эти средства, значит, для выплаты компенсации за приобретение тест-полосок и расходников к помпам инсулиновым, да, а также включить те недостающие расходы на доплаты врачам клинической больницы в бюджет, что, в общем-то, администрации было и сделано, в общем-то, и, значит, расходы бюджета включены 500 тысяч, значит, на расходники для инсулиновых помп и тест-полоски для компенсации этих затрат, значит, родителям, дети у которых являются больные с сахарным диабетом, также еще 500 тысяч включены в первоочередные расходы при незапланированных поступлениях бюджета, о чем я сказал все время, ну, каждый год они есть, вот, а также, хоть и сокращены доплаты, значит, врачам клинической больницы, значит, которые заложены в расходные обязательства бюджета, но в переочередные, значит, расходы от незапланированных поступлений, в общем, вся эта сумма сохранилась, надо сказать, что увеличены также доплаты за съем жилья для врачей, то есть... Ну, это вот в соответствии с инфляцией, правильно, из-за... Ну, не только в соответствии с инфляцией, да, из-за того, что мы планируем, что все-таки к нам еще придет молодые специалисты, которых нам в городу крайне не хватает, больницы крайне не хватает, и мы, в общем-то, всеми путями пытаемся стимулировать, для того, чтобы врачи приехали, у нас закрепились, начали работать, и медицинская помощь улучшилась населению. Спасибо. Ну, знаете, много моих знакомых предпринимателей, политиков прогнозируют, что на 2016 год все-таки достаточно будет тяжелым и кризисным. Как вы думаете, этот год каким он будет? Вы знаете, ну, я считаю, вот как, если чисто мое мнение... Субъективное, да? Субъективное мнение, да. Вот у нас есть великие классики, это Булгаков, да. Вот как говорил профессор Преображенский, да, про разруху. Также можно сказать и про кризис. Кризис, он в первую очередь в уме и в головах людей. Если делать неправильно, если тогда и будет у нас и кризис, и все остальное. Если, в общем-то, поступать правильно, поступать в соответствии с сегодняшними реальными экономикой и так далее, то не будет никакого кризиса. В общем-то, конечно, на мой взгляд, нельзя снижать зарплаты, нельзя, в общем-то, уменьшать расходы людей, потому что из-за этого страдает экономика. Поэтому, ну, у нас и не заложено, в принципе, большое снижение расходов за счет того, что будут снижены зарплаты, где-то кого-то начинают увольнять, все остальное. Я еще раз говорю, бюджет города на это не нацелен. Он, в принципе, не бюджет выживания любой ценой, он бюджет развития. Поэтому я думаю, что у города достаточно экономических ресурсов, в том числе новых открывающихся предприятий, новых инвестиций, которые за собой тянут новые, в общем-то, поступления в бюджет, налоговые, неналоговые. Поэтому я думаю, что и 2016 год мы пройдем довольно плавно. Каждый год по принятию бюджета есть некоторые сомнения, что его исполнение сложится удачно. Но у нас в городе, я не помню такого, чтобы как-то, ну, тут неудачно что-то сработало. Всегда все социальные обязательства свои город выполняет. Администрация профессиональная, управление финансов профессиональное, глава администрации у нас новый, наш, так сказать, человек из Обнинска, да, знающий город не понаслышке изнутри. Поэтому я думаю, в 2016 год мы пойдем плавно и хорошо, а 2017 год уже начнется развитие, как, в общем-то, и планирует управление экономического развития администрацией города. Спасибо за ваше мнение. Уважаемые телезрители, для вновь присоединившихся, напоминаем, что в прямом эфире телеканала Обнинска-ТВ программы «Власть». Сегодня в гостях депутат Обнинского городского собрания Пахомин Константин Валентинович. И свои вопросы вы можете задавать к нам в студию в прямом эфире по телефону горячей линии 3944-332. А также их оставлять на сайте телекомпании по адресу www.obnestv.ru Хотел бы к вам еще поговорить. Ну, все-таки депутатская деятельность непростая, скажем так. Лежит большой груз ответственности. И эта выборная система, которая была в этом году спланирована по одномандатным округам, она оставила небольшой след ответственности перед жителями. То есть каждый депутат, грубо говоря, пообещал выполнить то или иное. Сегодня к вам на прием ходят ли жители, прием ведете? И если да, то с какими вопросами или проблемами к вам приходят? Знаете, я по схеме предвыборной кампании совершенно согласен с ее разработчиками. Я считаю, что так и должно быть. То есть должны быть одномандатные округа. И каждый депутат должен перед своими жителями отвечать за те обещания, которые он дал. В принципе, опять же, я говорю, мы единой командой шли, поэтому обменивались теми проблемами, которые есть в городе. И теми жалобами и пожеланиями жителей, которые были в предвыборной кампании. И, в общем-то, они все одни и те же. Это междворовые территории, плохие дороги, междворовые детские площадки, это работа управляющих компаний, это общественная безопасность. Вот, в общем-то, остальные были такие, ну, незначительные вопросы. В целом, в этом году, значит, как и в прошлом, кстати, в первый год, большие средства выделены ТОСом, то есть местному самоуправлению на реализацию этих проблем. Значит, в прошлом году было 20 миллионов заложено, и, в принципе, видно, что работы были проведены, и междворовые территории где-то в каком-то, так сказать, в каких-то местах ремонтировались, где-то ямочный ремонт был, где-то был капитальный ремонт, вот, детские площадки, в общем-то, строились и ремонтировали спортивные площадки, те, которые у нас были, были в не очень хорошем состоянии. В этом году на 5 миллионов увеличены средства ТОСа. На 5 миллионов? На 5 миллионов. Всего 25 миллионов будет средств выделено. Вот, и я планирую быть инициатором, знаете, таких вот программ перспективного развития микрорайонов. Вот, когда я шел на предвыборную кампанию, я говорил, что, вот, ну, все, значит, идеи, которые есть, все проблемы, которые есть, надо все-таки объединить единую какую-то программу для микрорайона, да, и предоставить ее ТОСам, в общем, на какой-то период времени, чтобы было понятно, что когда деньги поступают, что в первую очередь, да, это решением, опять же, жителей микрорайона, что в первую очередь ремонтируются, например, там, тротуары, там, дворовые проезды, потом, например, идут детские площадки, да, потом спортивные площадки, освещение у нас большая проблема, значит, междворовое, потому что темно во многих дворах. Ну да, центральные улицы, соглашусь с вами, что они освещены. Да, центральные улицы хорошо освещены, а вот междворовые территории плохо. Вот, но эти программы должны быть, лежать у каждого председателя ТОСа на столе, желательно осмеченные, да, и для меня, как председателя бюджетного комитета, желательно тоже понимать, что деньги выделяются, да, на ТОСы, куда эти деньги будут потрачены, да, если будет программа, если она будет осмечена, если она будет на несколько лет, на те же пять лет, пока мы депутаты, да, то мы можем ориентироваться на вот эту программу и своим, так сказать, ресурсам эту программу продвигать, утверждать деньги на нее, да, если нужно увеличивать деньги эти, да, вот, в бюджете. Поэтому планируем мы эту работу провести, тем более, вот, и контрольно-счетная палата в своем последнем заключении указала администрация города на то, что нету связей с ТОСами и нету контроля ТОСов за реализацию, понимание вопросов реализации, вот, ТОСами своих полномочий, да, в плане ремонта, значит, контроля за, значит, расходами муниципальных средств и так далее. Вот, вот одно из, в принципе, вот это одно из моих обещаний, которые, когда я на предвыборной кампании, значит, на выборы шел, в предвыборной кампании, то, что мы эту программу создадим, в принципе, она создана, и мы по всем дворам прошли, много провели собраний практически во всех домах и выявили те проблемы, которые мы попытаемся объединить в единую программу, то, что касается 52-го микрорайона, ее представить вполне возможно, и по другим микрорайонам тоже такие программы будут сделаны, во всяком случае, я в городском собрании приложу и выступлю с такой инициативой, приложу такие усилия. Замечательная программа. А спросить хочу у вас, как сейчас устроено это, то есть ТОС подает заявку? ТОС подает заявку на год, да. Ну, ТОС подает заявку, деньги выделены, ТОСы подают заявку, значит, средства на каждый ТОС рассчитываются из количества жителей, проживающих на этой территории, вот, и потом администрация города, да, через городское, так сказать, хозяйство, оно осмечивает, значит, выделяется, ну, осмечиваются деньги, которые необходимы на те или инициативу тех или иных предложений ТОСа, потом происходит конкурс, то есть это все разыгрывается на аукционе, на конкурсе, то есть это посредством торгов делается, и выигравшая компания, значит, приходит и осваивает эти деньги, ремонтирует ТОС, контролирует дальнейший, так сказать, ход ремонта и принимает работы, которые выполнены. Вот, но вот наперед, так сказать, программы. То есть планирования. Программы планирования, развития, вот, их до сих пор нету и не было, поэтому вот возникла такая идея в период предвыборной кампании. Ну что ж, замечательная, действительно, идея. Хотел бы с вами еще один вопрос сегодня затронуть. Не так давно на комитетах городского собрания было принято решение об увеличении оплаты за отопление двухэтажных домов, ну, в частности, это касается старого города и старых построек. Скажите, нельзя было, то есть никак без этого обойтись, скажем так? Ну, вы знаете, вопрос очень сложный, потому что мы знаем, там 72 дома, да, в общем-то, около тысячи жителей. При этом точно известно, что много жителей там не живет, жилье является, так сказать, подсдачу жилье, да, съемное жилье. Вот, ну, значит, устанавливать там приборы теплоучета, ну, очень дорогостоящие и, в общем-то, неэффективно. Дома эти спланированы под снос и переселение. Хочу сказать, что вот в следующем году заложены первые деньги за много лет на строительство дома 50 миллионов заложены, да, это, ну, часть средств проектирования, изыскания, так сказать, и... Ну, да, это самая, так сказать, расходная часть. Расходная часть. Вот строительство дома для переселения, вот с Киевской трассы дома в аварийном состоянии. Вот, и, значит, дом этот будет построен, будут переселены. Люди, хочу также заметить, что жители, которые в этих домах живут и являются, так сказать, по условиям Калужской области малообеспеченными, то есть они будут представлять расходы и вычеты, то смогут получить компенсацию, в общем-то, на уплату этих коммунальных услуг, на теплоснабжение. А, все-таки такую возможность тоже предусмотрено. Да, это деньги федерального бюджета, которые предусмотрены на компенсацию. То есть вот эти деньги, они получаются не из бюджета города, что на строительство, что на компенсацию. Если принимать это решение, в общем-то, за счет бюджета города, то порядка 8 миллионов только в этом году надо было дополнительно заложить бюджет. Да, тем более, что оплата эта будет не сегодня, не в эту зиму. Оплата эта будет начнется только, значит, с ноября следующего года. А, ну и еще год. Вот, это еще год до этого. Надо сказать, что уже и в прошлом году депутатами прошлого созыва такое решение принималось. Но правительство не ввело законодательно, значит, и поэтому эти требования, значит, расходные обязательства. Да, и поэтому в этом году не произошло повышения. Вот. А что будет в следующем году, в общем-то, не совсем понятно. Может, вполне возможно, судьба этого законопроекта также и сложится. Вот. Но уже основное, конечно, решение будет приниматься в семнадцатом году, когда уже будет четко на год приниматься, в общем, тарифы на теплоснабжение и на коммунальные услуги. Спасибо. Ну и в конце нашей программы хотел бы затронуть вопрос. Скоро Новый год, он не за горами. Как вы обычно празднуете этот праздник? Знаете, я обычно праздную праздник здесь, в городе Бомнинске, дома, с семьей, с родителями. В общем-то, не планирую нарушать этой традиции. Тем более, у нас в городе есть все возможности, чтобы провести этот праздник весело. Вот. Хочу обратить внимание горожан на наш городской парк, где проводится очень много мероприятий. А тем более, он в этом году очень красиво украшен. Очень красиво украшен. Всех приглашаю туда посетить. На новогодние праздники там очень много мероприятий планируется. Они уже сейчас начались, постоянно присылают. Там одно мероприятие, другое. Поэтому не надо забывать, что есть такое у нас замечательное теперь учреждение культуры, как городской парк. Поэтому всех поздравляю с Новым годом. Желаю счастья, здоровья, любви. Относитесь друг к другу с любовью, с уважением. И тогда у нас жизнь наладится, не будет никакого кризиса. Согласен. Ну и подведя итоги программы, нужна ли городу современная горнолыжная трасса? Посмотрим, как проголосовали. 196 человек, я вижу, на счетчике, которые ответили, что да, нужна. Но все-таки есть и такие, причем их практически 60 человек. Говорят о том, что все-таки она не нужна. Наверное, вот на ваш взгляд, как бы могли прокомментировать данный опрос? Знаете, я как координатор программы по здоровому образу жизни в городе Омнинске, да, скажу, что не сегодня она этой трассы будет, но я уверен, что она обязательно будет. Так же, как лыжеролиная трасса, которая открылась в этом году, долго к ней шли. Но из-за того, что вот к нас поверили, поверили в тех людей, которые были инициаторами, и эта трасса сегодня есть, ее построили, каждый может прийти прокатиться, там посмотреть, походить пешком. Я думаю, и пернолыжная трасса, она тоже в нашем городе обязательно будет. Поддержу вас в этом. Уважаемые телезрители, время нашей передачи подходит к концу. Вы смотрели в прямом эфире телеканал Омнинске, программа «Власть». С вами, как всегда, был и ведущий Иван Фролов. Гость сегодня нашей программы был, это депутат Омнинского городского собрания, координатор программы «Омнинская здоровая». Спасибо вам огромное, что пришли на нашу программу, поделились вашими событиями и мнениями. Спасибо, что пригласили. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»